Ни для кого не секрет, что я делаю очень много обзоров на косметику, и обычно идеи для создания контента исходят из моих личных интересов. То есть я покупаю ту косметику, которая в первую очередь интересна мне, и после этого я делаю на нее обзоры. Но сегодняшнее видео это полностью ваша заслуга, потому что я делаю обзор на то, что рекомендовали вы в комментариях, то, к чему я прислушалась, то, что я не смогла игнорировать, потому что одну вещь тут мне советовали снова и снова и снова и снова, и я, конечно же, поддалась искушению, купила это для того, чтобы сравнить со всем остальным, что у меня есть в коллекции. Но перед тем, как мы с вами перейдем к обзору, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, это можно сделать вот там, вот нажав на кнопку подписаться, и также сразу нажимайте колокольчик, это позволит вам не пропускать мои видео в будущем, потому что если вы подписаны, но колокольчик не нажат, YouTube может не показывать мои новые видео у вас в ленте подписок. Поэтому, если не хотите меня потерять, то обязательно нажимайте колокольчик и давайте приступать. Первое, с чего я хочу начать, это с тональной основы. На самом деле, я получила за последний месяц, наверное, столько сообщений об этой тональной основе, что я просто обязана ее попробовать, потому что она какая-то уникальная, особенная, очень крутая и в то же время бюджетная. И я сейчас говорю о тональной основе от Artvisage, которая именно устойчивая. Этот тональный крем устойчивый с увлажняющим комплексом и витамином Е, SPF6. Вообще, у меня такое скептическое немножко отношение к таким уже прям, ну, супер дешевым тональным основам, но практика показывает, что иногда они реально очень крутые. Поэтому давайте с вами тестировать вместе. Я взяла оттенок 203, может быть, он будет для меня чуть темноват, но когда я смотрела с вочи, мне 202 показался розовым, а вот 203 был более такой нейтральный, скорее такой желтовато-бежеватый. Короче, давайте пробовать просто. Ой, да, судя по всему, оттенок все-таки сильно будет мне темноват. Ну, ладно, воно сегодня очень загорелый. Оттенок мне на самом деле сильно темноват, по-моему. Ну, да. Слушайте, мне пока нравится, как это выглядит на лице. Вообще незаметно как-то слой лег. На самом деле я просто в шоке, но этот шок очень приятный, потому что я близко даже не подозревала, что вот так вот она будет выглядеть на лице. Мне все-таки казалось, что она будет немножко более плотно ложиться на лицо, но она настолько втушевывается в кожу, что она вот просто выглядит кожей, а не косметикой. И в то же время нет в ней вот этого излишнего сияния, которое многим может не понравиться. Ну, мне нравится, но я понимаю, что далеко не всем нравится настолько сияющие тональные основы. Вот это на мне сейчас смотрится просто такой, как бархатисто-матовой текстурой. По поводу покрытия, то это такое хорошее среднее покрытие. Это полностью выравнивает тон лица, частично скрывает какие-то недостатки, но, например, что касается каких-то более серьезных недостатков, например, если у вас есть прыщики или пост-акне или пигментные пятна, то это только слегка, скорее всего, скроется. Вот, к примеру, на лбу у меня есть несколько здесь пятнышек, и эта тональная основа их не перекрыла, хотя общий тон отлично просто выравнивает. С таким тоном абсолютно нет надобности его закреплять, по крайней мере, я не чувствую, что мне нужно что-то закрепить, иначе это может где-то скататься, завалиться в какие-то морщинки. Вот вообще все хорошо. Самое главное, это действительно, чтобы теперь он был устойчивым, как и указано на упаковке, но мы это с вами обязательно проверим в конце дня. Пока что я полностью довольна, вот просто на 100% довольна тем, что я вижу в зеркале, и если бы я увидела на ком-то этот тональный крем, и меня бы спросили, как ты думаешь, что это, я бы точно не подумала, что это что-то, что стоит так дешево. Пока что я, в принципе, даже не знаю, что еще можно добавить, поэтому я сейчас полностью закончу макияж, и также расскажу вам о других покупках по вашим рекомендациям. Тут не менее крутые вещи. Кстати, хочу вам еще так, между прочим, похвастаться своими обновками. Вот эти два браслета сверху, которые я вам сейчас показываю, это две мои новинки с сайта So You Feel. Я уже об этом рассказывала в Инстаграм, но кто не подписан на меня в Инстаграм, то я считаю, что So You Feel сейчас занимает очень такую уникальную нишу довольно бюджетных персонализированных украшений. И чем они персонализированы? На каждом из этих украшений гравировка, и вы сами можете выбирать, что там написать. Вы можете написать «Я люблю свою кошку», или «Мне на все пофиг», или можете сделать, как я, и нанести туда какую-то мотивационную цитату. Еще один момент. Они выполнены из серебра 925-й пробы. Если вы оформляете закат, все это приходит упаковано вот в такую вот коробку. Дальше все находится вот в таком фирменном бархатном чекольчике. И также вы получаете сертификат, подтверждающий, что это такие серебро 925-й пробы. Также мне в свою фил выдали купон на скидку 15%, но, если честно, у них очень часто на сайте проходят акции на 20% или даже больше процентов скидки. Поэтому, если вы реально планируете что-то такое купить, то посмотрите, пошерстите по сайту. Возможно, вы сможете больше сэкономить, нежели используя мой купон. Я вас абсолютно не принуждаю пользоваться там моим купоном, или вообще что-либо покупать, но мне очень нравятся эти украшения, поэтому я их и рекомендую. Особенно круто такие украшения подходят для подарков. И так как это персонализированные вещи, то мне кажется, вдвойне будет приятно человеку получить такой подарок. В любом случае, если вы заинтересовались, ссылка внизу. Еще одна покупка по вашим рекомендациям, это вот этот набор кистей. Мне эта рекомендация пришла в моем обзоре о кистях доколор. И там мне написали, что вот это на самом деле самый лучший дешевый набор на Алиэкспресс. Я его, естественно, заказала, хотела протестировать. Стоило это все, по-моему, чуть больше 10 долларов. Ну, где-то в этом приблизительно районе. Как для набора за 10 долларов, я согласна на все 100%, что это, наверное, самый лучший набор за 10 долларов, который только мне попадался. Но все-таки он имеет свои минусы, а именно самые большие минусы здесь в растушевке. Потому что здесь, ну, грубо говоря, две растушевочных кисти. И одна из них вообще довольно сильно жесткая. То есть прямо в ней видно такие бревна вместо ворса. То есть она действительно такая очень колючая и очень твердая. При этом растушевывает плохо. Что касается вот этой, она достаточно большая. То есть она больше, чем мне бы хотелось. Я такие кисти вообще люблю использовать, когда я делаю сначала детальное нанесение, предварительную растушевку. А потом, когда мне несколько оттенков нужно уже растушевать между собой в что-то одно, в какой-то один такой вот средний оттенок я берусь и просто прохожусь вот такими вот кистями по веку. В то же время вот эта кисть, которую я использую для румян, она восхитительная. Вот она очень мягкая. Вот и я даже могла бы, наверное, заплатить 10 долларов за набор ради только вот этой одной кисти. Очень мягенькая, очень классная кисть. И румяна я ей наношу с большим удовольствием. Этой же кистью, в принципе, можно делать и коррекцию, и также наносить хайлайтер. И в большом тоже я в восторге еще от вот этих двух маленьких кисточек. Не факт, что вам необходимы будут в каждом макияже эти две кисти, потому что одна другую, в принципе, заменяет. Одна более острая. То есть я так подозреваю, что ей, в принципе, можно даже и какие-то помадки для бровей, например, наносить. Она вполне может справиться с этой задачей. Вторая немножко более пушистая, и я ей наносила сегодня вот этот вот серебряный оттенок на нижнее веко. И она наносит, вы знаете, как лезвие. Вот так, как надо. Вот даже вот под стрелкой я нанесла вот этот оттенок. Причем, что я ее не смачивала, ничего с ней не делала. Но она работает именно как лезвие. Она может прорезать там, где это нужно. В то же время, если вы делаете какие-то, например, каткриз, и вам нужно границу выделить, например, более черным каким-то темным оттенком, вот такие кисти идеально для этого подходят. Еще остались вот эти две. Вот эта маленькая тоже достаточно колючая, ну, сильно колючая, скажем так, кисть. Но, опять-таки, для того, чтобы растушевать какие-то границы между собой, мне вполне она нормально подходит. И вообще, сегодняшний макияж глаз и частично даже лица, я выполняла только вот этими кистями, и, в принципе, у меня не было каких-то сильных проблем. Мне не хотелось взять какие-то более дорогие мои кисти или чем-то заменить те, которые у меня здесь есть. В принципе, все нормально. И вот эта вот кисточка, которая похожа с одной стороны на растушевочную, но она сильно плоская для того, чтобы быть растушевочной. И мне очень нравится, как она кладет матовые тени навека. Вот не сатиновые, не шиммерные, и уж тем более не металлические, с этими текстурами она справится плохо. Но вот матовые оттенки, если, например, затемнить уголок глаза нужно, она отлично положила этот цвет, отлично его растушевала. В целом, что я хочу сказать. Если у вас есть только 10 долларов, и вот это ваш максимальный бюджет на набор кистей, может быть, это действительно классный вариант. То есть, если вы это купите, закажете, я не думаю, что вы разочаруетесь. И, в принципе, этими кистями можно сделать очень даже хороший макияж. То есть, у меня никаких проблем, в принципе, не возникло. Но, если вы можете потратить немножко больше денег, я вам советую бренд, который для меня лично был огромным открытием. И, опять-таки, это открытие случилось только благодаря вам и вашим комментариям. Мне пришел, опять-таки, под тем же видеокомментарий, что самые лучшие китайские кисти на Алиэкспресс – это бренд Shushulang. Я, естественно, сразу зашла на Алиэкспресс, поискала этот бренд. И я вам хочу сказать, что наборы стоят недешево. То есть, например, заходишь и видишь наборы там за 60, за 80 долларов. Это не очень дешево. Но огромнейшее преимущество этих кистей в том, что даже если вы заказываете одну кисть, на нее будет бесплатная доставка. И вы можете вот так постепенно, просто по одной-две кисти заказывать и собирать свой идеальный набор, если вам сразу, например, дорого вложить там 80 долларов в набор кистей. Я заказала одну на пробу, потому что я не поверила сначала, что это действительно хорошие кисти. И я решила для начала взять кисть, которая действительно будет показательной. Потому что в основном во всех брендах бюджетных растушевочные кисти очень плохого качества или, по крайней мере, такого среднего качества. Они все равно колючие. В общем-то, взяла я вот эту вот кисть из красной линейки. Это, кстати, такой конкретный закос под Хакухода и их серию Vermillion. Но я, если честно, просто в шоке. Это действительно потрясающий ворс. Он настолько мягкий, что если мне закрыть глаза и поставить мои кисти Хакухода и вот эту, я их на ощупь 100% не различу. То есть это не просто хорошая кисть, знаете, за свои деньги. Как, например, я могу сказать про предыдущий набор. Это просто изумительное качество. Действительно сравнимое с Хакухода. И теперь я 100% вот так и буду поступать. Я вряд ли куплю сразу целый набор. Но я 100% буду по одной-две кисти заказывать периодически. В среднем там кисти стоят где-то от 6 долларов до, по-моему, 40 долларов. Там самая дорогая кисть, если я не ошибаюсь, там такая объемная для пудры. Сначала мне показалось, что это достаточно дорого, как для такого бренда с Алиэкспресса. И решила зайти на сайт Хакухода, сравнить, насколько все-таки большая разница. И разница огромная. Хакухода аналогичные кисти стоят в 2-3 раза дороже. Плюс там всегда платная доставка. То есть бесплатно вы эти кисти в любом случае никак не привезете. Единственное примечание, конкретно вот эта кисть слегка отличается своей формой от классической кисти для растушевки. Потому что она немножко более плоская и немного более заостренная. Sigma E25 все-таки более универсальная, ну, по крайней мере, лично по моему опыту. А вот к этой нужно немножко приноровиться, зато она лучше выстраивает какие-то более четкие формы. И на этом у меня все. В очередной раз хочу вас поблагодарить за ваши советы. Потому что все, что я покупаю по вашим советам, всегда оказывается чем-то очень удачным. Продолжайте советовать мне. Мне всегда интересно пробовать что-то новое. Сравнивать, например, вот это Art Visage для меня было вообще огромным открытием. И раз мы уже заговорили про эту тональную основу, давайте я вам сейчас покажу, как она выглядит при дневном освещении, как я вам и обещала, чтобы вы сами посмотрели. И вы можете открыть параллельно какие-то другие мои обзоры тональных основ и посравнивать просто, что вам нравится больше. И также давайте я вам тоже еще покажу, как продержалась эта тональная основа в конце дня. Сейчас вы видите кадры до и после. И сами можете уже сделать выводы, насколько вам это нравится или нет. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему палец вверх. И также, если вы здесь впервые, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать вот здесь вот. Если у вас есть немножко времени, вы можете посмотреть еще другие мои видео, которые вам сейчас рекомендует YouTube. Если же вы их уже видели, то мы с вами увидимся в новых моих видео через несколько дней.